Шула жопы он всегда придумывает новое, а стула жопы он улучшает существующее. This guy is not much here. Я М4, Баффет М5, Баффет Маршал, я генерал. Мне не хочется нравиться. 99% людей мечтают расслабляться все время. Здравствуй, мой любознательный современный друг. Ты мне писал, что у нас в кадре мало динамики. А как тебе такое? Сегодня у нас интервью с Алексом Яновским. Он совладелец сети Суши Мастер. У него более 2000 человек в подчинении, более 130 ресторанов. И он всем этим великолепием управляет удаленно. Не, я не могу так долго делать. Друзья, классное получилось интервью. Обязательно досмотрите его до конца. Напишите мне в итоге в комментариях, как вам оно. И я хочу поделиться с вами еще одной радостью. 24 ноября стартует мой авторский мастер-класс «Как получать клиентов из YouTube». Я поделюсь всем своим опытом. Никакой воды, никакой теории, одна практика. Поэтому переходите по ссылке, смотрите, что там будет, какие условия. Тем более, что у вас есть 5% скидки с промокодом FRANCH TV. Друзья, ссылочка будет в описании. Плюс вот здесь подсказки. Ну, а мы смотрим с вами интервью с Алексом. Ты в молодости, после переезда в США, работал в Макдональдсе, в штате? И не только. Меня выгнали через неделю. Через неделю? Все. Опыт не очень большой. А почему? Ну, я такой задумчивый. Я когда делал котлеты, я о чем-то думал. А там садятся люди, которые могут делать что-то, не думая. Я вообще, кстати, с Украины родился. Азна из Винницы, да? Да, из Винницы. И я плохо учился. И особенно начальная военная подготовка, я помню. Когда учитель говорит налей его, а у меня, значит, а зачем вопрос? Ну, как бы зачем? И я вот, самая большая проблема для человека, который в Советском Союзе была, это если он вот как бы задумывался над темой, вот зачем все это, это все. Свобода мысли, мы помним, да, искренялась. Да, да. Поэтому мне было очень трудно. И поэтому я уехал из Советского Союза, потому что это просто агрессивно очень относились к тем, кто вопросы задавал. То есть Макдональдс это Советский Союз? Ну, на том нижнем уровне, конечно. Если бы, я даже говорил, поставьте меня на кассу, там хоть чуть-чуть можно с людьми общаться. Как бы, они сначала нужно эти, жарить бургеры, да. Ну, а тут было тяжело. И там повар главный сказал, когда меня увольнял, что this guy is not much here. Ну, он-то, он был мексиканец. Он говорит, не соображает, короче, мозгов нет. Ну, потом я уже где-то через год приехал там на BMW. Я помню, он так вышел в новом. Я уже бизнес потом открыл. Вышел, увидел меня, и у него такой момент был непонятный, что это такое. Посмотрел на меня, на машину, на меня. То есть он не понял вообще, что произошло. Он на стареньком Forde каком-нибудь там, да. Он там 20 лет проработал. Я вот видел в интервью с Димой Портнягиным. Ты приводил Starbucks как пример к тому, к той динамике по росту, к которой хочется, я так понимаю, тебе стремиться. Они за 30 лет открыли сеть, которая состоит там из, сколько там? 27. Сейчас 28. 28 тысяч. И 80 миллиардов долларов капитализации. Да, они для меня вот примером являются. Почему Starbucks? Это же как бы вообще от суши далеко. Да, я изучаю абсолютно все большие компании. Subway 46 тысяч. Все по франшизе, кстати. McDonald's. Дружу с финансовым директором McDonald's России. То есть очень много знаю про McDonald's. Изучаю его. Сейчас, например, вот прямо с завтрашнего дня у меня записана цель прочитать все годовые отчеты Starbucks с 91 года. Ну, каждый год. Ты про цифры. То есть тебе неинтересна легенда. Рональд Макдональд. Мне уже 49 лет. Я уже период сказок у меня уже закончился. Эмоции закончились, остались цифры? Да, тестостерон ушел, остались только мультимиллиардная компания. Я понимаю, мы сейчас не будем читать лекцию о финансовом планировании, но вот когда ты берешь отчет компании, на что ты в первую очередь смотришь? Там много ключевых цифр. Ну, хорошо, назови ключевые. Ну, конечно, рост продаж, смотрю рост прибыли, процент прибыли от оборота, смотрю рентабельность капитала, конечно, для меня всегда самая главная цифра. То есть это вообще, вот если ты спросишь одну главную цифру, кто король? Да. Если у врача спросить, какой главный анализ все-таки, давление или кровь? Кровь. Я не знаю, я не врач, у меня жена врач. Но для меня как бизнесмена, я считаю, что бизнесмен тоже должен быть бизнес-доктор. То есть я смотрю на цифры, для меня цифры это как анализы, я принимаю решения по цифрам. В большой компании у нас 2000 человек работает в 8 странах на зарплате, я же не могу принимать на эмоциях решения, на цифрах. Главная цифра это рентабельность капитала. Расшифуй, пожалуйста, для наших любознательных зрителей. Ну вот вложили в точку, допустим, 50 тысяч долларов. Она зарабатывает 4000 долларов. Это значит рентабельность, значит я за год, примерно за год верну вложенные деньги. Это значит 100% рентабельность капитала. Если я вложил 50 и зарабатываю 2500, это 2 года, я верну свои 50 тысяч. Это значит 50% рентабельность капитала. Начинающие бизнесмены не понимают, то есть миллион долларов прибыли это хорошо или плохо? Если вложили 10 миллионов, это хорошо. Миллион долларов в месяц, это хорошо, потому что за 10 месяцев вложили 10, за 10 месяцев, да. А если вложили миллиард, то это плохо. Миллион долларов в прибыль, это очень плохо, если вложили миллиард. Поэтому сама прибыль, это не главная цифра в бизнесе. Важно сколько денег вложили, чтобы эту прибыль получать. Друзья, как вы знаете, время скоротечно. И вот этот таймер говорит нам о том, что менее трех недель осталось до запуска самого масштабного форма по франчайзингу в Украине, франчайзин, который стартует 30 ноября в Киеве. Там будут выступления крутейших экспертов ресторанной и отельной сферы, будут стенды франшиз, буду выступать кстати и я. Поэтому, если хотите открыть бизнес в ресторанной или отельной нише, срочно переходите по ссылочке в описании, забирайте билеты. И они там настолько доступны по цене, что я бы даже не пользовался промокодом FRANCH TV, который дает вам 10% скидки. Увидимся на франчайзинг. Пока. Те, кстати, в политику никогда не тянуло? Когда тогда? Когда был глупым, то тянуло. Молодым и глупым. В Америке еще или здесь? Ну, я жил в Америке, но когда мне было 30 лет, я помню, у меня были политические такие амбиции. Проекты какие-то даже? Нет, я не занимался, но желание заниматься политикой было. Ну, просто неинтересно, там же надо общаться, там же надо играть роль, не быть собой, не говорить правду. В бизнесе можно быть собой, говорить правду, там, легко сказать на этот вопрос, не хочу отвечать. Ну, как бы ты свободный. В политике работать на, получается, на народ мне не хочется, потому что удовольствие не доставляет общаться с большинством людей. Причем в любой стране, в любой стране простой народ, я к ним хорошо отношусь, но общаться желания нет. В любой стране. И в любой стране есть люди, с которыми очень приятно и интересно. Мне не хочется нравиться, мне абсолютно нет желания, чтобы быть в политике, должно быть сильное желание нравиться всем. Носить веселые носочки. Да. А мне вообще нет никакого желания нравиться, я вообще люблю больше приватную такую жизнь. То есть, я не люблю публичность. Несмотря на то, что у тебя YouTube-канал, тренинги… Несмотря на это, да. Я больше люблю общаться с командой. Не очень люблю с новыми людьми общаться. Гораздо больше удовольствия получаю от качества общения с теми, с кого я уже знаю. Ну, они же уже примерно познанные люди. Так вот, именно с ними строится что-то большое. Тех, кого ты знаешь, кому доверяешь, вот вы командой, вы идете вперед. То есть, большой бизнес с новыми людьми лучше, с новыми знакомыми лучше не делать? Да. Ты сейчас управляешь компанией на удалении. У тебя… Основное твое место жительства – это США, да? Сейчас я четыре месяца, например, в Европе буду. Но я часто как бы передвигаюсь, поэтому я не могу про основное сказать. Ну, вот последний год не передвигался, потому что дочка родилась, с женой был, и вот четыре месяца дочки, да, находились в Калифорнии все это время. Твои методы управления компанией на удалении? Такой большой компанией – 2000 человек. Понимаешь, как получается, что звезды, они не подстраиваются под тебя, они рождаются… Ну, сильные сотрудники работают, они где рождаются, там и рождаются. Кстати, у нас ни одного человека из Москвы нет в топ-команде. Вот у меня 16 человек в прямом подчинении, мой первый круг, два в Киеве, один в Германии, финансовый директор в Питере, в Тюмени, в Тюганск, все работают дома. А можно быть финансовым директором и работать дома? Конечно. Еще как. Сразу управлять дистанционно… Не получится. Не получится. Это нужно сначала очень хорошо научиться управлять в комнате, в одной людьми, потом это уже более высокий уровень. Но я 26 лет занимаюсь управлением, поэтому я хорошо очень в комнате умею управлять и потом дистанционно научился. И так просто жизнь сложилась. Я много жил там в Америке, у меня команда была в разных местах, поэтому я не хотел жить в Европе, там дети были в Нью-Йорке, росли. Я не хотел жить в Европе, поэтому так жизнь заставила научиться. Хорошо. Поделись какими-то навыками, которые стоит у себя предпринимателям начинающим или не начинающим формировать, чтобы прийти в итоге тоже к такому образу жизни. Нужно очень любить управление. Это мало кто любит. Просто любить. Я всегда был фанатом управления. Что такое любить управление? Любить управлять людьми. Это когда много людей в команде, когда много процессов. Задачи им там. Да, да, да. Работа. Ну, как бы быть по своему призванию тренером. Управленец это тренер. Подожди, а есть офис вообще у суши-мастера? Ну, такого где топы работают, нет. Есть разные офисы в разных регионах, там где для бухгалтерии, там где для документов, только такие. Мы собираемся периодически раз в полгода, там на неделю-две. Где? В разных местах. Сейчас вот на Кипре, наверное, скорее всего, соберемся там. Топ составом человек 16 и поработаем неделю-две. А в чем вы работаете, что не нужно находиться вот рядом? Работаем в go-to-митинге. Есть такая программа для конференций. Мы там постоянно совещания проводим. У нас советы директоров виртуально постоянно проходят, почти каждый день. То есть все собираются и так же вот работают, обсуждают. То есть люди же яркие, они же все в разных городах. Минус офиса, это получается, если у тебя офис, например, в Москве, ты должен только москвичей. То есть у тебя сборная Москвы или сборная Киева. А так у тебя сборная мира. Как думаешь, придется в какой-то момент все-таки собраться все вместе? Иначе просто в потолку претесь? Нет. Наоборот, сложнее было вот до 130. Сейчас легче. В любом случае компания 2000 человек, в любом случае она вся децентрализована. Но все-таки есть какие-то же недостатки у этого? Сейчас объясню. Недостатки в том, что все-таки эмоционально трудно заряжаться, когда мы все в одной комнате. И люди, соответственно, хорошо выбранные, которые симпатизируют друг другу, они заряжают друг друга еще эмоционально. Когда ты дома на расстоянии, ты меньше заряжаешься. То есть тяжело. Многие мне говорят, ребята, что вот обязательно надо уже встретиться. Уже давно не встречались. Но потом две недели поработаешь вместе, и на несколько месяцев опять хватает заряда этого. Все равно каждый день мы общаемся. В компьютерные игры не играешь? Никогда в жизни не играл. Ни разу? Нет. Там просто тоже есть уровни сложности. Для меня это вообще пустая трата времени. Серьезно? Ну а какой-то таймкилинг есть? Там сериалы, фильмы? Фильмы не смотрю. Только основатель последний. Наверное, в год максимум один фильм смотрю. Какие-то бизнесовые, соответственно. Но YouTube смотрю 2-3 часа в день. То есть учусь 2-3 часа в день. Он такой очень хэви. Баффета, конечно. Канал Баффета? У него есть канал? У него канала нет, но я смотрю его все, что есть, где он выступает. Нет такого, что привет это Баффет? Нет, нет, нет. Но есть с 1994 года по сегодняшней все его встречи с акционерами по 5 часов каждые. То есть 100 часов. И вот я их сейчас много очень смотрю. И читаю Баффета. Круто. Ну он же чемпион мира. По деньгам? По бизнесу. То есть вот как уровень бизнесмена самый высокий. На мой взгляд, выше всех. А что интересного во встречах с акционерами у Баффета? А он на вопросы отвечает. Он просто отвечает на вопросы и очень интересно то, что он… Отвечает или задает? Нет. Они ему задают это на вопросы. А почему в это вот кока-колу инвестировали? Почему это? Почему ты? Ага. То есть по сути это как интервью? Да, если ты бы меня спросил вопрос такой, что бы одно бы вот ты мечтал в бизнесе, я бы сказал научиться мыслить как Баффет. Думать как он. Все. Ни количество денег, ничего. Вот одна мечта в бизнесе. Бизнес – это постоянное решение задач. Ты утром просыпаешься, у тебя куча задач. Если ты их решил, новые поступают. Эти решил, новые поступают. Ты же не можешь остановиться. Ты планируешь до конца жизни работать? Сто процентов. Вот прям до последнего дня. До сто процентов. Ну то есть не будут конечно же это ограничение. Это же кайф. Я же ничего не делаю того, чего я не хочу. У меня для этого команда есть. Для чего не хочу, да? Да, для чего не хочу. А чего ты сейчас не хочешь делать? Ну я не люблю IT, финансы, юридические вопросы. Подожди финансы. Мы же говорим… Ну я не люблю вот организовывать все вот эти все эти финансовый учет. Я люблю анализировать цифры. Да вообще почти все не люблю. С клиентами ненавижу общаться. Их очень люблю, клиентов, целый день о них думаю, но разговаривать с ними это страшно для меня. Потеря времени или просто сам процесс разговоров неприятен? Ну а зачем? Ну это… Я не люблю с сотрудниками общаться. Сотрудники… Это же солдаты. Ну да. А есть лейтенанты, майоры. То есть большой компания. Есть пять уровней менеджмента. М1, М2, М3, М4, М5. Я М4, Баффет М5. Баффет Маршал, я генерал. По уровню сейчас. Угу. Я люблю с М3. Вот эти люди, которых я обожаю. Это моя команда. Баффет тоже не общается с М1? Конечно нет. Поэтому он счастливый. Он общается с М4, с генералами. У него сто бизнесов и там плюс-минус сто. И там гендиректор. Вот эти люди… Это интересные люди. Их не нужно пинать, их не нужно… На самом деле многие думают, что менеджер… Менеджер – это жандарм. Угу. Но это так и есть. Вначале, когда ты лейтенант, и у тебя солдаты. Они ничего не хотят делать. Это же очень неинтересно, неприятно. Поэтому я люблю большой бизнес. Ты там работаешь с генштабом. Большинство тех, кто открывает бизнес, они на самом деле управлять не любят. И поэтому у них… Они всегда останавливаются на маленьком бизнесе. Я его называю. Там Шарашкина контора. То есть композиторы и дирижеры еще это называют. Можно научить человека управлять или самому захотеть? Можно. Как раз научить быть основателем невозможно. А управленцам можно, но если человек хочет. И у него есть усидчивость. Есть такие основатели, я их шеложопой называю, которые абсолютно не усидчивые. Ну, как Моцарт. То есть творчество… Моцарт был шеложопой? Еще как. Вот этот фильм, кстати, тоже, который я смотрел. Амадеус. Там видно, там именно показан его характер. Гулянки, гулянки, девочки, вино. Потом раз симфонию написал. Гулянки, гулянки. То есть все спонтанно. А Солери, шеложопой, смотрит на него и завидует. Я сижу, тут вот тренируюсь. А такие гениальные вещи не рождаются. Основатели, они композиторы больше. Придумал. Брансон, самый лучший шеложопый основатель. Придумал. Потом дальше пошел придумывать. Дальше пошел придумывать. Поэтому тут познай себя, как говорится, прежде всего. Потому что иначе просрешь всю жизнь, если не понимаешь главные эти вещи о себе. Хорошо. Значит, человек вот нас сейчас смотрит, он может себя поделить на два типа. Шеложопой и стуложопой, да? И хитрожопой еще есть. Три типа. Его отличительные счеты какие? Ну, помимо очевидных, что он хитрый. Ну, это через опыт ты уже начинаешь хитрожопых видеть. Их надо сразу же убирать. Хитрожопой это плохой тип. Ну, конечно. А со стуложопой? Ну, хитрожопой, который все время хочет взять больше, чем отдать. То есть, нет ощущения баланса. Причем, вообще, чтобы много получить, нужно сначала много отдать. Как? А тот, кто хитрожопой, он хочет много получить и ничего не отдать. Со стуложопами как работать? Ну, это специалисты хорошие, менеджеры хорошие. Но они не основатели обычно. У Сичевых садим в офисы, а… Да. Ну, если стуложопой совсем без креатива, это специалист. И начальный уровень менеджмента лейтенант тоже может быть. Почти ноль креатива, но он усидчивый. Почему в бизнесе нужны огромное количество стуложопых? Потому что там повторяющиеся процессы. Каждый день в 9 утра нужно открыть точку, потом включить свет, потом… То есть все бизнес-процессы, повторяющиеся каждый день, для этого нужно усидчивость. Я это называю стуложопость. А шило, они абсолютно не усидчивые. Они не могут делать повторяющиеся вещи. Одноразовые – куда-то поехать, встретиться, договориться, провести переговоры. Все, что одноразовое, они любят. Если это начинает повторяться, они этого не любят. На какую их должность садить? Большой компании они не нужны вообще. То есть основателю нужен, чтобы придумать бизнес. Единственное, это если компания развивается быстро, и там нужен такой директор или специалист по открытию новых точек. Поехать в новый город, найти помещение, открыть. Все, потом ему неинтересно. Его надо в следующий город посылать. Как ты тестируешь? Я не знаю, ты персонал подбирал? Я уже вижу. Просто… Ну, какие отличительные факторы? Ну, обычно, кстати, человек, если полненький, то скорее всего не шило жопой. Очевидно. То есть это одно из. Ну да, да. Эти худые все, шило жопой худые. Сколько бы ни ели, они все равно худые. Ну, шило в одном месте. Не могут на месте сидеть. Я могу весь день практически просидеть на стуле, читать могу весь день, цифры смотреть. То есть ты стула жопой? Да, конечно. Смотри, стула жопой есть без креатива, с креативом. Без креатива – это специалисты. А все генералы, все большие руководители, они стула жопой на 70%, но на 30% у них есть креатив. Потому что ты не можешь быть топ-руководителем без креатива, без инноваций. То есть Баффет стула жопой? Креативщик? Конечно. Конечно. Стула жопой, креативщик. Единственный из больших, это Брэнсон. А из маленьких, когда я смотрю на маленьких предпринимателей, там почти все. Если они станут как Брэнсон, тогда у них получится. Чтобы стать как Брэнсон, нужно основывать компанию и брать в партнеры стула жопого, который ей будет руководить. Маму я это называю. Угу. Шила жопа – это папа. Ну да. А стула жопа – это мама. То есть за хозяйством. Он создал, придумал, а мама смотрит за хозяйством, операционный директор. И тогда ему нужно второй бизнес придумывать. Угу. И опять брать партнера. А потом третий бизнес. Вот как Моцарт, он первую симфонию написал, все, она ему неинтересна. Дирижеру его первая симфония интереснее, чем самому Моцарту. Он вторую пишет. Шила жопа – он всегда придумывает новое. А стула жопы, хороший, с креативом, он улучшает существующее. Это огромнейшая разница. Придумать новое… Яна, для меня придумать новое очень трудно. А вот улучшать существующее для меня легко. Поэтому я нашел компанию, которая уже была создана, и начал ее улучшать. А вот придумать мне тяжело. Поэтому, кстати, франшизу покупают те, которые стула жопы. Потому что если он шила жопы, он франшизу не купит, ему важно свое придумать. А вот тот, кто хочет свой бизнес, но он не шила жопы, то есть у него креатива от природы не столько, как у меня, гораздо лучше франшизу. Взять уже придуманное и управлять придуманным. Ты, как отец в том числе, да, и как бизнес-тренер, чего бы хотел, чтобы учили детей в школах, чего не хватает там? В том числе в американских. Кстати, американские не сильно отличаются от наших школ. Все школы практически одинаковые. Там Марья Ивановна преподает. Это такой психотип. Я их называю. И Марья Ивановна в Америке тоже есть? Да, все школы точно такие же. У меня детям 16-14 лет входят в школу, тоже не любят ее. То есть они как бы так взяли власть над школами, вот такого типа люди, которые не молоко, а молоко, понимаешь? Ну как будто бы настолько это на что-то влияет. Важно, да. Да, то есть вот это вот, ну такие люди, да. Но я не против школ, потому что 99, в принципе, процентов и детей, они тоже такие. Вот им как сказали, так они и сделали, налево, направо. То есть они любят подчиняться, любят, когда им говорят, что делать. Вот потом они в школу заканчивают, потом в церковь идут. Ну это вот одного типа люди. Им надо всегда, чтобы кто-то говорил, как правильно. Сами они своей головой не хотят думать, не любят. Но есть один процент. Поэтому я не против сегодняшних школ. Я за то, чтобы еще появились альтернативные. Для людей, которые ставят все под сомнение. И там главное в обучении должен быть принцип разных мнений. То есть вот любой вопрос рассматриваем там. Великая Октябрьская социалистическая революция. Там должно быть, там не должно быть правильного мнения. Давайте с этой стороны посмотрим, с этой стороны посмотрим, с этой стороны посмотрим. То есть вот чтобы там не учили запоминать, а учили думать своей головой. Вот этому стоит очень детей, да? Этому конечно сомнение учить. Вот это золотое слово сомнение. Мое любимое слово. Знаешь, вот мы опять же занимаемся продажей франшиз. И вот если говорить о сомнении, просто у некоторых это доходит до предела. И они никак не могут решиться, каким бизнесом заняться. Они там полгода думают, советуются с женой, ходят, смотрят. Они никак не могут решиться, им не нужно работать. Нет, конечно. Мне когда спрашивают, нужно ли мне заняться бизнесом, или я говорю сразу не нужно. Мгновенное отвечание нужно. То есть подниматели они сами мотивированы. Писатель, да. Писатель был какой-то русский знаменитый, я не помню, Платонов по-моему. Он сказал такую фразу золотую, он сказал, если можешь не писать, не пиши. Это толстой был. Или толстой, да. Молодому писателю. Если можешь не открывать бизнес, не открывай. Потому что ты прекрасно знаешь, какая это головная боль. Это очень серьезная головная боль, бизнес. Есть два типа людей. 99% людей мечтают расслабляться все время. У них главный смысл, цель жизни расслабиться. А 1% напрягаться. Вот те, которые любят расслабляться, бизнес не для них. А их большинство, 99% людей. Они все время ждут пятницы, чтобы расслабиться. Они ждут включить фильм какой-то, чтобы расслабить голову, не думать. Я работаю 7 дней в неделю. Когда ты последний раз на пляже лежал? Я могу выйти искупнуться. У меня пляж прямо, я живу в Майами тоже. Прямо, да, прямо вот. 36-й этаж, на лифте спустился, искупался и пошел. Это интеллектуальный вид спорта, это шахматы. Бизнес – это интеллектуальный вид. Ты в шахматы играешь, партию, которая никогда не заканчивается. И ты людей переставляешь. Там фигуры, а тут люди. И люди сопротивляются. Фигуры не сопротивляются. У меня брат – кандидат мастера спорта, я все время его прикалываю. Он любит шахматы. Я говорю, насколько я ему все время рассказываю, насколько бизнес интереснее, чем шахматы. Он не предприниматель, да? Нет, вообще. Он яркий, яркий, думающий человек. Но просто у него нет стремления к бизнесу. У меня к шахматам нет стремления. Чем ты больше любишь свою команду, к ним теплее относишься, чем они больше чувствуют от тебя такой отцовской, братской, не знаю. Я не очень люблю это слово в бизнесе, но просто по-другому не скажешь. Чем у вас лучше отношения, тем ты больше можешь требовать. То есть если у вас на 10 отношения, они тебя уважают на 10, ты к ним хорошо относишься, абсолютно они уверены, что ты заинтересованный в их росте, в развитии, чтобы они больше зарабатывали, что вы одна команда, тогда ты можешь потребовать жестко. Если у тебя уважение к тебе на 5 по 10-балльной шкале, а ты потребовал на 7, им не будет хотеться делать. У них что-то внутри, будет какое-то внутреннее сопротивление, они ничего с собой не смогут сделать. Поэтому, если хочешь научиться требовать и дожимать, нужно, чтобы очень хорошо к тебе относились, тебя уважали. Ты должен быть авторитетом для них, учителем, тренером. Тогда ты можешь дожимать. Всем советую посмотреть фильм про тренера Тарасова хоккейного. Я когда посмотрел этот фильм, я до конца понял. Потому что видно, по нему видно, что вот когда, если внимательно на него посмотришь, видно, с какой любовью он относится и к профессии, и к игрокам. А потом слушаешь игроков, они говорят, такой жесткий. Если ты с моими поговоришь, они тоже скажут, что я очень требователь. Но они любят тебя. Да. Я еще советую про Лобановского посмотреть, почитать все, что есть. Кто, кто хочет научиться управлению, он должен учиться у великих тренеров. Что тренер, управленец это и есть тренер. Бизнес это спорт. Сколько бы у тебя людей не работало, две тысячи, пять тысяч, все равно ты работаешь 10-15, первый круг. Это твоя команда, ты их тренер. Сейчас еще есть всякие теории будущих организаций. Возможно, ты с ними знаком. Там бирюзовые компании, холократия. В Бреции вы кобылы. И прочее, прочее. Почему бред? Есть базовые вещи в управлении. Тренер и уровень тренера. Тот, кто руководит, директор, тот, кто руководит всей организацией. Если он не гроссмейстер, хоть холократию ты внедри, хоть гиппократию, что угодно внедри, что работать не будет. Он просто должен быть высочайшего уровня менеджера. То есть, в твоем понимании все-таки иерархия четкая. Сверху вниз. 100%. Вертикально. Оно не может по-другому быть. То есть, сейчас говорят о горизонтальных командах вот этих. Они есть, эти команды, но все равно есть пирамидальная штука. Оно без этого просто никак не может быть. Я могу поспорить с кем угодно, любую компанию. Если взять, которая говорит, что они там холократию, у них обязательно должен кто-то быть один, кто самые сложные решения принимает, окончательные. Я же тоже принимаю решения, вот из всех решений, наверное, 0,1, а может меньше. Ну, три решения в день я принимаю. А в компании принимается 3000 решений в день. То есть, до меня доходят три самых сложных решения. Нужно просто учиться хорошо это делать. А лентяи вместо того, что учиться хорошо это делать, они начинают искать какую-то холократию. Если кого-то мы сейчас зажгли этой темой, у кого в первую очередь помимо тебя стоит получиться? У Баффета. Так, мы поняли, это уже Баффета. Самый лучший управленец мира, всех времен и народа. Смысл в том, что чем круче у тебя люди, тем ими меньше нужно управлять. Чем сильнее человек, тем больше ему нужно давать свободу. Чем слабее человек, тем меньше свободы. Ему нужно каждые пять минут расписывать. Девять утра приходишь на работу и ты ему расписываешь. И, соответственно, ты занимаешься вот этой микро-менеджмент ерундой. Сильные люди, они же стоят много. Да, поэтому ты сильных людей не найдешь, если у тебя не будет огромной цели построить большую компанию. Если у тебя есть огромная цель построить большую компанию, то ее никогда не построишь, если у тебя не будут ниши правильные. Потому что в 90% ниш, в них невозможно построить большую компанию. Это тоже нужно понимать. Если в ней нельзя построить большую компанию, в ней нельзя собрать сильных людей. Потому что для сильных людей рост на первом месте не деньги. А расти только они могут, если компания растет, если ниша позволяет. Если у руководителя есть амбиции построить большую компанию, компания растет, они растут. Они растут, потому что компания растет, компания растет, потому что они растут. тут связано очень за компания создает задачи когда она растет задачи которые мне приходится решать и я благодаря им росту а потом я компанию за собой это еще а давай к нишам вернемся в то что это интересно что это основополагающий выбор до который по это как женой выбрал неправильную жену все ничего не поможет выбрал правильный жену ничего не нужно делать не работать над отношениями она вокруг тебя бегает все вас будет прекрасная семья как понять что в этой нише можно поставить крупную компанию просто существующие примеры да та же самое главное надо посмотреть если в этой нише уже большие компании это как это как правило уже мультимиллиардная компания но бывает исключение например в пицце есть несколько мультимиллиардных компаний домино пицца хат папа джонс в кофе есть starbucks еще там есть в бургерах есть а в суши нет а в суши нет теперь возникает вопрос в суши нет потому что это как борщ в бар в борще же тоже нет ответ нет потому что борщ только мы любим а суши кушают везде просто еще никто не построил я кстати у роббинса начал учиться 26 лет назад да я знаю ты уже неоднокапно посещала тренинги да было время 10 лет постоянно ездил когда не о нем никто не знал еще но всегда вот та часть где танцуют ну я в это время писал думал есть люди которым просто нужно больше зарядиться эмоционально я эмоционально и так всегда заряжен то есть мне здесь я не чувствую никакой его никую нехватки и жажды а вот интеллектуально всегда я чувствую нехватку и жажду поэтому вот порцию идеи мысли знаний каждый день мне нужно большую получать у тони роббинса есть что-то кроме танцев не просто что-то очень много просто те кто его критит те кто критикует просто нихрена не знают они понимают и никогда глубоко не погружались они просто увидели там поверхностную вот эту часть но если бы не было этих танцев то и не было бы такого огромного количества людей хайпа да но есть люди к у которым очень вот они эмоциональны им хочется эмоционально музыка танцы танцы это все эмоции им каждый день нужно питаться эмоциями это очень просто а мне например нужно интеллектуальная попитка а им интеллектуально они могут спокойно лить спать без того чтобы стать чуть-чуть умнее за не можешь а я не могу то есть я ищу знания они ищут эмоции таких 99 процентов у роббинса есть очень много знаний из-за этого я его ценю и я просто точно знаю каким вещам я научился у него фундаментальным понимаешь есть основа успешного мышления я это за мышление миллионера так образно говоря есть то фундаментальные вещи я когда вот приехал в америку и я там потерялся по большому счету там иммигрант вот когда я начал учиться у роббинса мозги встали на место потом не только у роббинса у меня с трейси познакомились с брайаном трейси дружу мы рядом живем в калифорнии часто в гости друг другу ходим то есть он был моим учителем стал другом но то есть это люди которые просто дали мне правильное мышление фундаментально такие базовые базовые вещи причинно-следственная связь закон фокуса но много всего который я просто сейчас я даже не задумываясь на этой основе принимая все свои решения и действия то есть база есть база первый второй третий класс это роббинс трейси стивен кови это это начальная школа успеха франшиза это величайшее изобретение двадцатого века величайшая просто что есть такая категория людей вот моего типа которым придумать непросто хотя у меня стартапы были в жизни и успешные но это как бы но все равно это не мое то есть я не композитор по своей природе я лучше как бы взять и мужа создана поэтому вот таких людей очень много хотят свой бизнес вот именно для таких людей это идеальная штука потому что ты берешь все абсолютно все знания которые все ошибки которые до тебя совершила эта компания ты прямо вот покупая платы платишь паушальный взнос и ройалти ты прямо покупаешь весь их опыт то есть весь смысл франшизы это уменьшить вероятность поражения и плюс ты партнер с большой компанией ты не одинок это очень есть такая большая проблема в предпринимательстве ты открываешь какой-то бизнес даже у тебя он успешно ты себя одиноко чувствуешь здесь ты часть большой структуры ты постоянно со всеми общаешься обмен опытом у нас есть чат где все руководители всех ресторанов каждый день какие-то идеи какие-то один что-то сделал него получилось сразу же он делится применяет все остальные у них тоже получается ну такое сообщество получается то очень крутая штука если люди у которых их больше у которой деньги которые есть деньги управлять не хотят мы круто управляем а у него есть деньги и он хочет свой ресторан он вкладывает деньги мы управляем все делаем открываем управляем ресторан на нем оформлен всю прибыль он забирает пока не возвращает все вложенные деньги после того как вернул ложные деньги мы делим 50 на 50 и мы управляем друзья но это все я надеюсь что вам очень понравилось и касательно вот этого заявления по поводу инвестиционной программы это очень крутая штука смотрите что происходит вы можете находиться в любой стране и открыть ресторан в любой стране которым будет управлять компания суши мастер то есть вы становитесь со инвестором получаете свои деньги получаете свою прибыль они гарантируют окупаемость и так далее подробности вы можете узнать заполнив анкету по ссылочке в описании плюс вот здесь подсказки но у нас конкурс что нужно сделать как обычно подписаться на франш тиви включить колокольчик поставить конечно же лайк этому видео и написать комментарий мы сегодня говорили о классификации людей по алексу яновскому 100 жопой хитро жопой и шила жопой напишите кто вы по этой классификации только честно давайте не будем брать самому себе вот я например стула жопы совершенно точно я прямо сейчас это делалось сижу на стуле даже на такой маленькой табуреточки и самое главное почему почему вы считаете что вы такой насколько вам кайфово от этого или может вы хотите измениться все это пишите в комментариях а приз очень классные это полчасовая консультация личная консультация с алексом яновским это круто друзья все подробности по конкурсу в описании подписываясь на франш тиви увидимся с вами уже очень скоро до встречи пока субтитры сделал DimaTorzok